Дорогие зрители, партнеры, друзья телеканала «Импакт», мы приветствуем вас. Это святая земля, это Израиль, и сегодня мы снова в уникальном месте. Наверное, вы обратили внимание, что за нашими спинами простирается гладь мертвого моря. Мы будем говорить сегодня с вами о том, что же происходило, какие события библейские происходили в Старом Завете, что здесь имело место, какие персонажи играли существенную, важную роль в жизни израильского народа. И одним из них был Авраам. Прежде чем мы приступим к этой теме, команда с нами сегодня Юра Москаленко, Алекс Тюкаев, Алекс Блинов, Роман Джулай, Алекс Чернецкий, Павел Сюбера, Тамара Тюкаев. То есть мы не одни сегодня. А также нас встречает сегодня вы. Встречаете вы многомиллионная армия. Не только наших зрителей, но и наших друзей, наших сподвижников и партнеров. Спасибо, что вы остались с нами. Верю глубоко, и мы получаем от вас свидетельства, что вас удовлетворяют. Вы благословены этими репортажами из святого места. Поэтому смотрите, друзья. Знаю, что каждый из моих друзей, они полны речей для того, чтобы немного нас ввести в экскурс того, все-таки, что происходило здесь, почему Мертвое море, небезызвестный Содом и Гамора, которые находятся в устье этого моря, где-то вот в этих пределах. А жители, которые населяли, народы, населявшие Иорданскую долину, это были те люди, которые, Писание говорит, которые были, во-первых, враждебно настроены против Израиля, и, во-вторых, именно там находясь, Авраам получил от Господа просто повеление выйти из ура Халдейского и говорит, я тебя введу в особую землю. Обетование дал ему о том, что Хананская земля для тебя, для потомков твоих. И поэтому, прежде чем мы перейдем к Аврааму, Александр Чернецкий, вот, лично мне, Мертвое море, наверное, не только мне, евангельским христианам, оно как-то ассоциируется с Содомом и Гамором. То есть, именно здесь населяли люди, которые, Библия говорит о которых, что они были весьма злы и грешны. Так, Алекс? Шалом, уважаемые телезрители. Да, действительно, мы находимся в тех местах, где происходили события трех- или четырехтысячной давности. Три- или четыре тысячи лет прошло. И вы знаете, недалеко отсюда, если вот посмотрим туда, то там находится гора Содом. Мы даже не знали, проезжая по этим местам, где-то примерно 2,3 километра от нас находится гора Содом. И уже здесь мы узнали, что в этих местах вообще Бог избрал время и место на земном шаре для того, чтобы исполнить то, что Он предназначил исполнить, план спасения человечества. И вообще эра человечества находилась, отсюда она начиналась. В этих местах, где мы путешествуем, мы за эти дни нам пришлось проехать с севера на юг. И если говорить о Мертвом море, где мы сейчас находимся, то Мертвое море, оно еще называется соленым, асфальтовым. Его размеры 67 километров на 13. Глубина 306 метров. И нам уже даже удалось всем покупаться в этом море. Действительно, а еще интересно, толщина, на котором лежит вода, глубина, она находится на соляном плато. И глубина этого плато 2 километра. Вы себе можете представить? Это вообще непостижимо. Наши ноги ходили, когда мы заходим в Мертвое море, мы идем по соли. И вот эта соль где-то там на глубине имеет 2 километра. Это просто трудно себе представить даже о Мертвом море. И вообще здесь действительно, как Юрий сказал, где-то здесь, в южной части Мертвого моря, так мы, история говорит, находились эти города Содом и Гамора. Даже вчера нам пришлось видеть знак «Жена Лота». И мы подъехали к этой пещере, посмотрели пещера, а вверху стоит глыба. Но соляные, эти горы соляные. Трудно сказать, или это «Жена Лота», или это просто поставили для того, чтобы заинтересовать туриста. Но, тем не менее, все равно нам интересно. Нам интересно, потому что здесь очень много есть мест. Вообще, в этой Иорданской долине, за горами, находится Иудейская пустыня, там, где Христа искушал дьявол. В общем, здесь каждый камень имеет свою историю. И для того, чтобы туристы, которые ездят регулярно в Израиль, они говорят, нужно несколько лет для того, чтобы объездить всю страну. С севера на юг и с запада на восток. Тогда, может быть, ты узнаешь побольше. Ну, за две недели мы многое увидели, но не все. Дело в том, что, если мы ассоциируем Мертвое море и библейские повествования о Содоме и Гаморе, о том, что от Господа пролился дождь огнем и серую и уничтожил эти города. Вы прекрасно знаете, друзья, о том, что хорошо здесь жил Авраам. Неплохо Лоту жилось. Но настолько Бог благословил их обоих родственников, что Авраам посмотрел налево-направо и говорит, нам слишком тесно. Если ты налево, я направо. Если ты направо, я налево. И написано о том, что Лот избрал со своей семьей вот эти вот города Содом и Гамору. И кончилось это тем, кончилось плачевно для этих городов. Не по той причине, что там Лот жил с семьей, но по той причине, что эти люди были весьма грешны и злы. Так, Божие определения. То есть, и их вопль, вопль жителей дошел даже до Господа. Писание говорит о том, что вопль от грехов Содомлян и Гаморы дошел до Господа. И поэтому Господь наказал эти города. То есть, уничтожил совершенно. И историки говорят, даже археологи говорят, что где-то там в глубине этого моря и находятся эти скелетоны, скелеты погибших грешников. Вы знаете, что на сегодняшний момент Содомляне сильно не любят, когда их называют Содомляне. Они, особенно у нас в Америке, Запад, он любит быть толерантным, дабы называть этих людей греха людьми нетрадиционной ориентации. Но мы называем вещи своими именами. Это Содомляне. Вот как раз вот здесь кончилась эпопея Содомлян. Но дьявол и грех, он живуч до тех пор, пока дьявол не будет связан, не свержен в озеро Огненное, как в книге Откровения говорит. Этот грех, к сожалению, глубокому великому прискорбию живуч. Но во имя Иисуса Христа мы здесь, на этом месте, мы провозглашаем Царство Божие. Мы провозглашаем свет, мы провозглашаем праведность, чистоту, мы провозглашаем любовь Господа. Поэтому и также в ваших семьях, в ваших домах, также в ваших регионах. Поэтому, друзья, и... да, пожалуйста. И вот судя по тому, что здесь мы видим вокруг, мы вам покажем, друзья, попозже, какие мы здесь видим пейзажи, какие горы здесь. И, наверное, судя по тому, что здесь происходило, и гнев Божий, который был излит на эту землю, по-моему, проклятие до сих пор не снято с этой земли. Настолько безжизненно все, как будто на Марс попали, да, безжизненная атмосфера, абсолютно. Кругом, куда ни глянь, камни, соль и ужас какой-то такой. Хоть оно вроде бы и красиво смотрится, оригинально все, но до того безжизненно. И я думаю, что настолько был гнев Господен велик, как ты сказал, на садомлян, да, если мы смотрим вот туда, в ту часть, то там как раз, наверное, вот и находится Садом и Гамора, где Господь истребил и залил этой солью все. И, друзья, поэтому, вот находясь вот в этом месте, я думаю, те, кто сильно защищает вот эту нетрадиционную ориентацию и вот это все, да, вот этот весь грех, я думаю, пора всем приехать сюда и своим глазом взглянуть, насколько Господь прогневан на вот таких людей или гневается на тех людей, которые распространяют эту заразу, этот грех, распространяют среди молодого поколения, среди старшего поколения. И вы увидите, насколько это жестоко в очах Господа, что Господь вот таким образом покрывает эту землю и не дает никакой жизни, никакого благословения. Так в жизни, мне кажется, этих людей вот такой конец и придет. Поэтому, а для вас есть хорошая новость от Господа, это прими Господа, покайся, и Господь примет тебя, как есть. Что интересно, вчера вечером мы размышляли, и это место, оно пришло мне по-особому. Написано, что это территория Иорданской долины, мы находимся на территории Иорданской долины, это Мертвое море. Ханаан, Ханаанская земля, она чуть дальше туда, она дальше туда на, Алекс, географически, мы здесь на юге, она дальше на север, совершенно верно. Писание говорит, что и долина Иорданская, это долина, орошалась подобно саду Господню. Подобно саду Господню. Саду Господню, да. То есть, представьте себе, с этого места, там, где соединяются Тигр и Ефрат, там находился Едем. Это район Ирака. Когда мы были на голландских высотах, от того места до Ирака, до Багдада, 700 километров. От этого места до голландских высот свыше 100 километров, да, Юрий Николаевич? Где-то так. Поэтому 800 километров, 800 километров от этого места до Едена, до Едема. И Писание говорит, что эта территория, где мы находимся, она орошалась, она орошалась подобно саду Господню. Вы представляете, что здесь было? Красота. И как Алекс Тверно подметил, во что это превратилось. Итак, мы идем дальше, друзья. И Господь вывел семью Лота. Прежде чем уничтожил Содом и Гамору, Господь вывел. Эта история также оставлена на страницах Священного Писания. Читайте, если вы не читаете Библию, с 15 по 19 главу, там как раз это эпопея, Бытие, да, там и написано, все это описано. И смотрите, что говорит Господь о Аврааме. После сих прошествий, происшествий, было слово Господа к Аврааму в видении ночью. И сказано, не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя будет весьма велика. И затем Господь дает ему обетование. И вывел его вон и сказал, посмотри на небо со щита и звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. И здесь написано, Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. То есть Авраам сразу принял от Господа. И даже здесь написано, что это не было, Господь не явился ему. Здесь было ночью в видении, то есть даже сон, наверное, ему приснился. И во сне он принял от Господа обетование. Затем, смотрите, смотрите, я иду дальше. Почему я узнаю, что я буду владеть этой ханаанской землей? Задает вопрос Авраам. Господь сказал ему, возьми мне трехлетнюю телицу. То есть Бог дал ему знамение, что это будет, что потомкам твоим, твоему наследию, я дам во владение ханаанскую землю во времена вечные. Не на время, но на вечные времена. Это то, что Бог и восстанавливает справедливость сегодня, возвращая обетование в жизнь израильскому народу. На наших глазах возвращаются евреи на сегодняшний момент. Свыше 8 миллионов возвратилось. Еще, кстати, должны столько же возвратиться. Прежде чем наступит день Господень, должно быть не менее 20 миллионов жителей населять эту благословенную землю. Агарь родила Аврааму сына и нарек Авраам имя сына своему, рожденному от Агари Измаил, то есть измаильтяне. Эти арабы, которые населяют землю, те, которые являются двоюродными братьями, двоюродными братьями, кому? Исааку. Исааку, да. Значит, они здесь и проживают. Авраам был 86 лет, когда Агарь родила Аврааму Измаила. Бог явился во сне Аврааму, ему было 86 лет. И следующая глава говорит о том, 17 глава. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо Мною и будь непорочен». Это первое условие, что Бог говорит. «Ходи предо Мною и будь непорочен». Господь неоднократно говорил своим помазанникам, своим мужам веры, говорил, «Ходи предо Мною и будь непорочен». Десятки раз Господь говорит, «Ходи предо Мною и будь непорочен». И во свете этого повеления мы можем из себя найти повеление для нас. То есть, с 86 и 99 получается 13 лет молчания. Получил слово от Господа во сне, в видении получил. И затем 13 лет молчания. Но Авраам держался обетование. Это для нас как прекрасный, потрясающий урок. Если Господь что-то проговорил в твою судьбу, в твое служение, в твою жизнь 10, 12, 15 лет назад, может оно и замедлит, но непременно сбудется. То есть, мы должны держаться, просто стоять в уповании на Господа, ходить пред Ним, быть непорочным. И обязательно Бог вознаградит ожидания. То есть, Бог есть Бог верный. И смотрите, 99 лет весьма размножу тебя, распложу тебя, распложу тебя. Произведут тебя народы и цары произойдут от тебя. И поставлю завет твой, завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими, и после тебя в роды сих. Завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомком твоим после тебя. Видите, что Бог говорит? А знаете, какая реакция была? Авраам не имеет наследника, кроме Измаила, который рожден от Агари. То есть, от рабы. И пал Авраам на лицо свое и рассмеялся, и сказал сам себе, неужели от столетнего будет сын? Сара 90-летняя, неужели родит? И Авраам помолился самой краткой молитвой Библии. Знаете, исследователи, вы знаете прекрасно Библию, что самая короткая молитва Авраама, но что она совершила? Некто сказал, лучше бы он не молился этой молитвой. И сказал Авраам Богу, хотя бы Измаил был жив пред лицом твоим, хотя бы Измаил жив пред лицом твоим, больше ничего не молился. Ничего не говорит, по крайней мере, Писание не говорит. Смотрите, ответ Господа. О Измаиле, говорит Господь, я услышал тебя. Вот я благословлю его и возвращу его и весьма-весьма размножу. Двенадцать князей родятся от него, и я произведу от него великий народ. Но завет мой поставлюсь и с Исааком, которого родит тебе, Сара, в сие самое время на другой год. И Бог перестал говорить с Авраамом и вошел от него. Друзья мои, и Писание затем говорит, что произошло, что обетование Божие было исполнено. То есть мы видим, насколько, Алекс, насколько Бог сверхъестественным образом, невидимой рукой, он направлял патриархов наших, древних патриархов, направлял, ввел их, то есть руководил им, обетование давал, являлся им, являлся ночью, являлся им днем, собственным, лично являлся им. Если для Авраама было первое явление Господа во сне, в видении, так второе написано в 99 лет, когда Бог увидел, что Авраам продолжает быть верным в обетовании, ожидает исполнения обетования. Семнадцатая глава говорит, и явился ему Господь, не написано во сне, не написано, что в видении, и явился ему Господь и сказал, ходи при домой и будь непорочен. То есть, если Бог видит нашу посвященность, нашу жертвенность, нашу искренность в том, что мы делаем, и что мы ожидаем от Бога, он не просто ночью явится, не ангелом явится, и явился ему Господь, лично явился. То есть, пожалуйста, брат мой. Задается вопрос, когда вот это вот все смотришь и думаешь, почему же, Господи, ты так вот близок был к Аврааму? Неужели у тебя какое-то вот было такое вот, ну, что ли, лицеприятие к этому человеку, когда в то время жило, ну, я думаю, по минимуму тысяч пять человек тут жило в этой долине, и вокруг там, ну, и дальше туда-сюда. И, знаете, вот такую фразу одну, 12 глава, в принципе, «Бытия» начинается «И сказал Бог Аврааму». А в 11 главе там ничего об этом не говорится, а в 12 начинается «И сказал Бог Аврааму». А дальше, впоследствии, в этой же самой главе, говорится такая фраза, когда Бог сказал уже Аврааму, и Авраам пошел за Богом, ну, куда Бог сказал ему уйти, в землю, куда он не знал, куда идет, да, там написано, что «Он поставил жертвенник и призвал имя Господне». После этого случается голод в этой земле, и он двигается в Египет. Божий, Бог своей милостью выводит его из Египта, возвращает его по своей милости, не дает ему там погибнуть, там, или под казнь фараона попасть. Возвращается он назад, и опять написано, приходит он к тому же жертвеннику, опять там возносит жертву, и опять призывает имя Господне. После этого момента у него происходит конфликт с Лотом, в результате которого они расходятся Лот туда, а Авраам сюда. И после этого там написано, конец вот этой тринадцатой главы, если я не ошибаюсь, и написано, что там и опять Авраам призвал имя Господне, если я не ошибаюсь, или же он поставил жертвенник к Господу, ну, одно из двух как-то там написано, в последнем стишке. И после этого происходит проблема у Лота, после же этого же момента, написано там, и было же после этих же происшествий, приходит Бог к Аврааму, и опять же после этого Авраам написано, опять ставит жертвенник и опять призывает имя Господне. И перед тем, как Бог сказал Аврааму, принеси твоего сына единородного, которого ты любишь, да, перед этим буквально за стих или за два стишка до этого написано, и опять он поставил там, насадил рощу и призвал имя Господне. То есть я вижу ревность в этом человеке по Богу, может быть, не может быть, у него не было такой Библии, как у нас сейчас есть, и айпадов, да, или айпадов, чтобы исследовать, вникать и говорить, Господь откройся, и читать вот этих 1400 страниц, искать образ Бога, чтобы понять, кто же такой Бог, чтобы приблизиться к Нему. Но у него была элементарная молитва, к которой он мог просто Богу обращаться, выйдя, может быть, на красивый вид, сейчас он не совсем такой красивый, как он был тогда, в те времена, и просто вот садился, наверное, на каком-то камушке или камне, и размышляя перед Богом, может быть, там вокруг была куча всяких видалопоклонников, но он размышляя и говорил, Господи, кто же ты такой есть? Ведь живой Бог должен же по-живому отвечать, а статуэтки по-живому-то ведь не отвечают, и Бог его, ну, начал приближать к себе, потому что Бог вкладывает в нас и желания, и действия по своему изволению. И это, то, что он вкладывал ревность или богоискание, сам Бог вкладывал в него, оно его мотивировало ставить жертвенники и призывать имя Божье. Потому что, когда Писание говорит, и призвал имя Бога, это не говорит о том, что просто встал перед едой и сказал, Господи, прикоснись к этой еде. Это хорошо, это очень хорошо так говорить. Хуже не говорить, вообще никак не молиться. Но я верю, когда Писание говорит, такие моменты заостряют, они довольно-таки не сильно часто встречаются в Слове Божьем, и призвал имя Божье. Это говорит о том, о серьезном подходе человека к Богу, то есть о какой-то внутренней жажде по Богу. И я заметил, что у Авраама после каждого такого момента, когда он призывал Бога, происходили ли какие-то сложности. Почему-то, ну, обратите внимание, будете читать, обратите внимание, призывает ли какая-то бах голод, призывает, бах конфликт с вотом происходит. Но после этого всегда к нему приходил Бог, и Бог же благословлял его, и Бог же поднимал после этого всего. У, например, у Исаака, который был сыном Авраама, о нем написано, что он один раз только. Ну, там не написано один раз, но если будете внимательно читать, обнаружите, что только один раз вспомянуто. Поставил Исаак жертвенник и призвал имя Бога. У Иакова так же само, поставил Иаков жертвенник и призвал имя Бога. И после этого написано, Дина его вышла, дочка, посмотреть там, и опять произошли нюансы. Но после этого, когда они двинулись в страхе Божьем в Ефилии, если я не ошибаюсь, да, там же пришел Бог к Иакову. То есть интересные такие моменты. Ну, в Аврааме я вижу то, что он не просто был, ну, как Бог имел какое-то лицеприятие к нему, что вот понравился ему Авраам. Ну, в нем было вот именно вот, ну, в сердце его было направлено к Богу. Дело в том, что Бог смотрит на задатки. Есть Богом же заложены задатки внутри человека. Задатки – это та духовная составляющая, которая мотивирует мной или бежать к Богу, как ты говоришь, или искать Бога, или жить так, как все живут. И когда Бог видит, что те задатки, вот тот потенциал, который он вложил в Авраама, он не просто там где-то там в глубине души, где-то там кроется, но он реализуется. То есть, почему Бог и сказал, как только Господь в видении ночью явился, дал ему обетование, Бог не только эти обетования дал, что от тебя произойдет, Бог дал ему пророческое слово, что от тебя произойдет народ, который будет уведен в плен. И они там будут 400 лет, в этой же 16-17 главе, Господь говорит, в бытие. И они будут там 400 лет в порабощении. То есть, но они там будут иноплеменниками в том. И я рукою крепкою выведу снова в Хананскую и дам им снова эту землю. То есть, Господь настолько был близко к Аврааму. И поэтому после этого написано, когда Авраам принял пророческое слово от Господа и поверил Аврааму Богу, и это вменилось ему в праведность. Вначале было слово в ночном видении, во сне. Вначале никаких видимых проявлений не было, исполнения обетования, ничего не было. Было внутреннее что-то от Бога, было какое-то таинство Богом, данное ему. Но настолько оно было закоренено глубоко в сердце Авраама, что Бог оценил это по достоинству. И это вменилось ему в праведность. То есть, назвал его праведником после того, как он только поверил. Да, он потом ходил непорочно. Да, он после этого исполнял Слово Божие. Да, он ходил пред Богом, как ты. Да, он постоянно искал лица Господни. Но это было потом. Вначале же было ничего не было. И Бог назвал его праведником, потому что Бог смотрит намного дальше, намного глубже. И поэтому, знаешь, то, о чем ты говоришь, Алекс, наша мера посвящения и углубления отношений с Богом, оно и определяет то, вот насколько мы будем благословенны Богом. Почему? Если бы каждый из нас получил это от Рэму, от Господа, от тебя произведу великий народ. Вот. И этот народ будет владеть всею землей или многими землями. Понятно, что... Пожалуйста. Один момент, который в голос вашим вопросом, что вот 13 лет как бы молчания, да? Вот что я обнаружил для себя в Слове Божьем, для себя, что исполнение Божьих обетований или обещаний в жизни человека зависит не от количества прожитых лет, а отхождение перед Богом. Отхождение перед Богом. То есть это не это то, что... Потому что Авраам прожил 13 лет, как бы вот срок, какой-то Бог ему положил срок, и вот надо 13 лет прожить как бы прообраз для нас. Но-но-но, ни в коем случае. Именно следующий же стишок, вы его уже пару раз вспомянули. «Ходи предо мной и будь непорочен». Вот хождение мое перед Богом определяет, определяет то, насколько быстро обетование Божие придет в мою жизнь. Если помните, если помните, 6 глава к евреям говорит автор этого послания, что «Желаем же, чтобы вы для совершенной уверенности в надежде оказывали такую же ревность до конца». Ревность! Ревность по Богу до конца! Дабы вы не обленились, не стали ленивыми, но подражали тем, не всем подряд, не всем подряд. Подражали определенному числу людей, определенному контингенту людей, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Не именно там, ну, количеством прожитых лет, опять же, как вернуться в ту старую мысль. Свершившимися подвигами какими-то. Да, либо подвигами. И не своими способностями, а верою и долготерпением наследуют. Вот три слова, хотел бы на них застриться. И они же конкретно относятся к Авраму, конкретно относятся и к нам. Ведь Бог же не лицеприятен. Вера, она строится на нашем общении с Богом. Чем больше мое общение, тем больше моя вера в Боге. И если я теряю общение с Богом, теряется моя вера. Потому что именно Бог является центром моей веры. Не какое-то самовнушение или самоуверенность, или какое-то там повторение множественное. Я верю, я верю, верю, верю. Нет. Именно мое пребывание в ежедневном пребывании в Боге, оно увеличивает веру во мне. Верою и долготерпением. Конечно же, вера будет испытываться временем. Время, которое, ну, оно и взращивает наше долготерпение. И следующее, там, если она наследует обетование. И не зарабатывает обетование. Не зарабатывает, а наследует. Ну, чтобы мне заработать, не заработать, а чтобы мне получить наследство от моего папы, мне, ему, от меня не надо миллион, там, долларов, или, там, ему огород перепахать, там, раз сто, да, чтобы благоволение в его очах найти. Мне всего-навсего надо, ну, быть хорошим сыном с ним. То есть, ну, как показывают, что я у него есть, что я к нему неравнодушно отношусь. И то, даже если я буду каким-то не таким, он, ну, по своей великой милости, любви ко мне, все равно будет окажет свою любовь. Ну, anyway, чем я расположеннее к нему, тем больше его благоволение в наследстве на меня и зальется. Правильно же, да? Так же самое в Ите с Богом. Наследует обетование. Для наследства мне не надо зарабатывать это наследство. Мне всего-навсего надо поддерживать отношения, связь с тем, кто хочет мне дать это наследство. В данном случае с Богом. Поддерживать эти отношения, поддерживать эту связь, и в один момент эти обетования, они наследуются, они приходят. Ну, когда мы увлекаемся Богом, мы уже перестаем сильно думать, там, о том, что он нам там нас... Мы увлекаемся им, а он для нас как сюрпризы, как подарки в нашу жизнь начинает. То есть, другим словом, мы не делаем это под нагрузкой, мы не делаем это под давлением. Может, поначалу это как-то будет. Поначалу оно, потом оно идет естественно. То есть, форма взаимоотношений перерастает в область естественных отношений. Помнишь, написано о непорочности Иова? Даже Бог обратил внимание дьявола, сатаны написано, и говорит, «Обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Ибо нет человека, как он, человек богобоязненный, справедливый, непорочный и удаляющийся от зла». То есть, Бог подчеркнул черту непорочности и богобоязненности, поставил ему это в плюс поставил. То есть, для нас это потрясающий урок. Будь непорочен, ходи предо Мною, будь непорочен, будь непорочен. То есть, без пятна и порока. Пожалуйста. Мы сейчас как раз находимся приблизительно в тех местах, где ступали ноги Авраама. И очень хорошая фраза существует, что Бог ищет верных и делает их способными. Вот как, подобно тому, как вера Авраама вменилась ему в праведность, точно так же и это напоминание к нам, чтобы нам быть верными. И когда мы верны, тогда Бог нас делает способными. Несомненно, несомненно. Итак, друзья, мы с территории Иорданской долины, за нашими спинами, гладь Мертвого моря. Мы приобщаемся с вами к истории. А история корнями своими идет глубоко в древность, в период патриархов. Одним из патриархов – это благословенный праведник Авраам. А мы его дети. Мы наследники Авраама, обетования. И поэтому с этого места мы приветствуем, посылаем шалом. Юрий Николаевич с нами. Пожалуйста, Юрий Николаевич. Юрий Николаевич, друзья, Павел Сюбера – это благословенные служители. За кадром они делают потрясающую работу и делали. Много лет уже. Много лет, друзья. И поэтому для меня это честь и благословение для нашей команды, что, Юрий Николаевич, вы вместе, вот ты разделяешь нашу поездку. Это не первая моя поездка с тобой на территорию Израиля. Я знаю, ты также полон впечатлений. Пожалуйста. Благодарю. Я приветствую всех слушателей. Шалом со земли израильской. Но прежде всего, вот мы говорили о Врааме, мы говорили о патриархах, о Лоте. И мы говорили о верности, о вере. Мне приходит на мысль еще одна вещь интересная. Прочитав 19 главу Бытия, я почему-то мне, вот Бог заострил внимание именно на случай, который произошел у людей, вот злых людей, которые пришли к дому Лота и хотели вывести ангелов. Что это значит? Там описан случай этот очень, довольно-таки, довольно-таки хорошо, да? То есть, очень много внимания обращено на это. И кажется, Бог ведь знал, что люди творят зло. Бог знал, что их нужно уничтожить. Но при всем этом Он пришел, послал ангелов своих увидеть на самом деле, так ли это есть. И они не просто увидели, они ощутили это на себе. То есть, люди приступили к Лоту, и они его принуждали, чтобы он вывел ангела. И мы знаем, что случилось. Ангелы взяли Лота, они ослепили, поразили слепотой. При всем этом люди не опомнились, что они делают зло. Ведь они поняли, что что-то произошло сверхъестественное. Но Бог настолько милостив и долготерпелив, что Он все-таки терпел до этого момента, пока люди не сделали вот это зло. И только после этого, к утру уже ангелы уничтожили город. И вот я хотел просто обратить внимание на долготерпение и милость Божью. Насколько Бог долготерпелив, что зная эти злые дела, зная этих злых людей, Он все равно сошел на землю и посмотреть на самом деле, и попробовать еще раз, не опомнятся ли люди. И даже когда Авраам задавал Господу вопрос, пощадишь ли город, если там найдутся, он начал со ста, потом пятьдесят, и дошел до десяти, и перестал написано Бог разговаривать с Авраамом, и отошел. Даже десяти не нашлось, даже десяти праведников не нашлось. Сколько праведников в наших городах? Сколько праведников в наших штатах? Сколько праведников в наших странах? Интересный вопрос. В наших поселках? Где бы мы ни смотрели? Сколько праведников? Вот можно посчитать. Ну, это кто-то скажет понятие относительно, откуда я могу определить, праведник или неправедник. Но мы, христиане веры евангельской, рожденные свыше, то есть поступая не по букве, но по духу, то есть рожденные свыше христиане, мы прекрасно понимаем, что если мы служим Богу, что если Слово Божие для нас это авторитет, незыблемый авторитет, что мы зыждем нашу жизнь на фундаменте истины, а не каких-то преданиях, не каких-то традиций религиозных. То есть если для нас Господь это все, это все во всем, и мы для Него все, потому что мы Его Церковь, несомненно, что мы можем сопричислить себя, я могу сказать, что я праведник, если я хожу непорочно, если я поступаю поистине, если я исполняю Его Слово, если я живу по Его Слову, то есть я могу сказать, что я праведник, и поэтому Бог, глядя на мою жизнь, глядя на вашу жизнь, Бог с удовлетворением, на подвиг души своей, наверное, Он смотрит с удовольствием, с удовольствием, то есть с радостью, то есть даже с улыбкой, с удовольствием. Оригинал говорит, смотрит с улыбкой, но Господь улыбается, написано, даже восмеется Господь, возгремит даже, восмеется. Пожалуйста, Аликс. Еще раз, наблюдая за всем тем, что мы здесь видим с вами, Слово Божие невольно приходит в мое сердце, а есть Слово Божие говорит, земля, пившая многократно, сходящая на нее дождь, то есть она оставалась бесплодной. Я вот смотрю на все, на все, что окружает нас, земля, пившая многократно. Друзья, мы очень много благословений, очень много благ, очень много милости Господних в жизнь свою принимаем. Дождь изливается, особенно на нас, живущих в Америке и в странах более развитых, скажем так, или в развитых странах. Столько благодати Божьей, столько дождя, в любой, во всякой мере, абсолютно во всякой мере Бог изливает на нас абсолютный дождь. Ливни протекают и в физическом плане, и в духовном плане, и Библии в наших руках, и айпеды в наших руках, с десятью переводами, и все возможности для того, чтобы склонять колени перед Господом, искать Господа в постах, в молитвах, все, все условия. Многоэтажные дома у порой у многих есть, все условия, мягкий карпит, и там, я не знаю, под ноги подставляешь, что хочешь, чтобы тебе удобно было. И, друзья, и благодать Божья каждый день, она изливается просто на нас. И мы порой, вот, похожи на вот эту почву, да, вот, которая здесь нас окружает, сухие, не имеющие в себе никакой жизни, только что и имеем в себе это принимать, и принимать, и принимать. Но жизнь христианина, жизнь наша перед Господом, это принимая отдавать, принимая это сеять, принимая сеять во всяких формах, то ли в физическом плане, то ли в духовном плане, то ли молитвенно, то ли финансово, сеять, отдавать, благословлять. У нас, где мы проживаем, друзья, как я сказал, в странах более развитых, у нас есть все предпосылки отдавать, сеять, благословлять, не только для себя, но благословлять, изливать. Иначе, друзья, иначе, если мы будем продолжать в таком же духе, вот нас постигнет вот эта вот, вот такая пустыня, вот эта вот такая каменная, непробиваемая почва. Мы оттвердеем, как вот эти камни вокруг нас, скалы, которые, вот вчера мы здесь находились, столько дождя изливалось, сейчас свинцовые, вон, я вижу, тучи над нами проходят. И эта земля принимает дождь, принимает дождь, но никакого растения. Одни колючки, вон, я вижу, колючки по горам растут, и то бедные ослы и козы здесь лазят и поедают то, что всходит. На что она способна, эта земля сегодня, произрастить? Тернии, колючки или еще что-то? Друзья, если мы не хотим превратиться в нашей жизни вот в такие каменные скалы и горы, это тогда происходит, когда Бог лишает благодати, когда Господь прекращает изливать дождь в вашу жизнь, в нашу жизнь, в мою жизнь, когда мы просто лишаем Господа, то есть лишаем себя отдавать, благословлять. Потому что вот просто скажи в своей жизни, я благословение, Господь, я благословение, я буду благословением, я буду благословлять. И тогда ты увидишь орошенную жизнь свою и наполненную Божьими благословениями. Вот это вот то, что меня сегодня здесь вдохновляет. Говорите об этом, друзья. Поэтому, если Авраам, находясь вот среди таких вот гор, пустынь, он мог ощущать, искать Господа, видеть Господа, тем более нам, друзья, когда мы находимся в благах Господних каждый день. Пусть Бог благословит вас, друзья. Да, друзья, итак, история Мертвого моря, она оканчивается не менее трагически. Лот написано по принуждению ангела, взял двоих дочерей, взял свою жену, и они пошли на одну из гор. То есть, Господь хотел их отправить на одну из гор, но они попросились в сегор. Они говорят, здесь гора поближе, разреши нам отправиться туда. Ну и Господь разрешил им. И когда написано, то единственное условие, единственная просьба со стороны Господа к ним – беги и не оглядывайся. Беги и не оглядывайся, беги и не смотри. Жена оглянулась и стало написано соляным столбом. Что ее там пленило? Мы можем просто предполагать, догадываться. Там дом, видно, остался, все, что связано было, вот, может, какие-то остались там безделушки в доме. Они ничего не имели права с собой взять. Просто срочно надо было покинуть Содом и Гамору. Почему? Гнев Божий излился. И Господь излил, написано, огонь. Как там написано? Свершенный с серой. С серой. Совершенно верно. В сегоре не сложилась жизнь семейства Лота. Почему? Потому что они ушли из сегора, они стали жить в близлежащих где-то там районах на территории какой-то пещеры. Чем это окончилось? Тем, что произошло кровосмешение. То есть дочери Лота, они решили восстановить семя, дабы не остановилась родословная Лота. И от них произошли два народа. Моавитяне и Аммонитяне. И это два народа, которые по повелению Господа были истреблены. Это два народа, которые всю свою жизнь на протяжении всей истории Израиля, уже более современного, они притесняли, они гоняли, они уничтожали, они набеги делали на израильтян. И уводили их в плен, они убивали. И Господь дал повеление уничтожить Моавитян и Аммонитян. Это удалось только Саулу. Аммонитяне еще чуть жили после времен Саула, но Моавитян Саулу удалось уничтожить. Поэтому здесь начиналась история. Ну и с тех пор мало повествований в Старом Завете. В Новом Завете Господь говорит снова о Мертвом море. Вспоминайте жену Лотову. Он говорит о предостережении садомлянам также. Садом и Гомора Господь говорил. Но, друзья, поистине для нас есть потрясающие уроки. Написано и вас мертвым по преступлениям вашим и грехам вашим. Как там написано точно, кто мне оживотворил. То есть, знаете, может милость Господня, может Божья благодать, может вмешательство сверхъестественное извне, божественное вмешательство, оно может снова оживить. Оживут ли эти кости? Некогда задавал пророк. И написано, что Господь может сделать это. Господь кости оживил в свое время. Господь может и эту пустынную, пустынные бездушные места, Господь может оживить. Это Мертвое море ничего в жизни в себе не имеет. Совершенно плотность воды настолько, что вы не можете утонуть. Вы просто держитесь на поверхности ни одного рыбака, ни флоры, ни фауны, ничего нет. Почему? То есть, совершенно мертвое. И только Бог может, если перенести духовную плоскость, Бог может, как Аллах говорил, прикоснуться. Бог может дыхание, вот как некогда дунул дыхание жизни в человеке. И стал человек душою живою. Мертвого Бог может воскресить, как у гроба Лазаря плакал. Лазарь, выйди вон! И возвратилась душа. И ожил Лазарь. То есть, Бог может это сделать. Он сделает это в твоей жизни. И наша молитва сейчас к Богу будет... Я дам еще несколько слов каждому из моих друзей. Наша молитва, искренняя молитва будет о вас. Если твоя жизнь подобна пустыне, подобно долине, подобно водам мертвого моря, Бог может и хочет сделать ее источником воды. То есть, Бог может сделать и хочет сделать водоемом, настоящим, живительным. И Бог северхъестественно и зальет от небесных источников в твой дом, в твою судьбу, в твою жизнь, в твою семью. Пусть потечет живая река, живая вода. Знаешь, пустыню оживотворяет Дух Святой. Почему вода, она имеет символ, мы ассоциируем воду, Писание говорит, это как Дух Святой, это елей, это Дух Святой. То есть, и Дух Святой может оживить тебя. Во имя Господа Иисуса, прими как пророческое слово. Ничего, что может быть в твоей жизни не так, как хотелось бы. Ты смотришь налево, смотришь направо, видишь, что не так складывается жизнь. Хочешь что-то по-новому, хочешь свежести, хочешь как глоток свежей воды или свежего воздуха. Сила Духа Святого, она просто полнотою его благодати коснется, поднимет, оживит тебя, оживотворит тебя. И ты снова будешь жить, радоваться жизни. Бог, глядя на твою жизнь, скажет, праведник, это праведник. То есть, это человек, поступающий по моему слову. Это муж по сердцу моему, так Бог сказал об Аврааме. Пожалуйста, несколько слов, каждое из братьев, а потом мы совершим молитву. И прежде мы будем молиться, я обращусь сейчас к вам, к молитвенникам, те, которые постоянно молитесь с нами о нуждах народа и о нуждах телезрителей. Просто во имя Господа присоединитесь с нами в молитве о тех, которым нужна особая молитва. О ваших детях, о ваших внуках, о ваших зятьях или дочерях, о ваших мужьях или о ваших жёнах, о ваших родителях. Соединимся. Те нужды, которые вы присылали, фотографии, которые вы присылали, то есть они все зарегистрированы в канцелярии неба. Господь знает и видит. Прежде чем ваша рука поднялась и написала вашу нужду, а затем приклеила марку, отправила на почту. Получили мы на импакте. Господь уже видел. Но этим самым вы засвидетельствовали то, что вы доверяете служителям, которые говорили, что на святой земле, у Иерусалимской стены, на Илеонской горе, то есть мы будем молиться и мы делаем это. Поэтому просто примите как обетование от Господа, что совершится это, что придёт избавление, придёт освобождение, придёт оздоровление, оживление придёт во имя Иисуса. Весь народ сказал аминь. Пожалуйста, Аллакс. Мы провели здесь пять дней в этих местах, и я так слушаю братьев. И хочу сказать, много говорили за Авраама сегодня. И не зря Библия содержит этих праведников. Я где-то читал, молись, верь, как Авраам, молись, как Даниил, и терпи, как Иов. И Авраам вошёл также, если читаем 11 главу к евреям, Авраам тоже является героем веры. Он четвёртый по счёту. И вы знаете, друзья, мы вчера здесь встретили одного человека, вот недалеко отсюда, и спросили, ты не знаешь, где здесь находится памятник жены Лота? А он сказал, я вообще не знаю, кто это, о ком вы говорите, закурил сигарету, русскоговорящий. И вы знаете, насколько мы счастливы, когда приезжаем на Святую Землю, и мы знаем Библию, начиная от Бытия, главы с первого стиха и кончая Откровением. Нам намного интереснее здесь путешествовать, потому что мы знаем историю. Библейские все эти истории, которые мы знаем с детства, они оживают сегодня здесь. Я также хочу всех призвать, призвать тех телезрителей, которые ещё не знают Господа, или думают, есть Бог или нету. Библия – это не книга мифов, как нас учили в Советском Союзе, сказок. Гиды, когда здесь проходят по святым местам, они говорят, легенда говорит. А мы так не понимаем, мы говорим, Библия так говорит. Это историческая правда, это не миф, и это не легенда. Поэтому, насколько мы счастливее, что мы христиане. Поэтому я призываю всех телезрителей, те, которые, может быть, будут смотреть этот репортаж с окрестностей Мёртвого моря, Господь существует. Даже тот факт, Алекс Тюкаев говорил, смотрите, мне пришла мысль, почему соль вообще, Христос даже говорил за соль, вы соль земли. И соль вообще, вы все знаете, для чего соль. Мы здесь много видели соляных гор. Соль для того, чтобы предохранить заражение, гниение. И почему-то Господь эти два города, Содом и Гамора, опустил на дно Мёртвого моря и покрыл двухкилометровым слоем соли. Это тоже какой-то смысл в этом есть. Это не просто. Бог просто защитил землю от этого разложения. Но слава Богу, что мы, христиане, понимаем, брак у вас да будет честен, и муж, и жена, а не муж, и муж, и жена, и жена. Мы так понимаем, и Господь так оставил в Писании. Поэтому не может быть никаких других понятий. Только муж и жена. Находясь на побережье Мёртвого моря, мне вспоминается то местописание, которое уже пастор Юрий сказал о том, что и нас, мёртвых, по преступлениям Бог ожиотворил. И я бы хотел для наших телезрителей подать такую искру надежды. Даже не искру, а поток надежды о том, что во второй главе к Ефесянам апостол Павел очень прекрасно описал. Всё Писание полезно и благодухновенно, но вот эта глава по-особому отражает это место. Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мёртвых, по преступлениях, ожиотворил со Христом. Благодатью вы спасены. Мы не будем много рассказывать о том, как появился грех в этом мире, почему человек стал мёртвым. Мы знаем, что это произошло в результате грехопадения Адама. Но благодарение Богу за то, что Христос пришёл в этот мир и нас, мёртвых, ожиотворил со Христом. И теперь у нас есть прекрасная надежда. Стих 8 и 9 говорит, «И во благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Если взять такую линию провести и справа написать то, что Бог, как мы получаем благодать, как мы получаем спасение, а с левой стороны, что не содействует к нашему спасению, ибо благодатью, первое, благодатью вы спасены, через веру. И сие не от вас, в левую сторону, не от вас, опять в правую сторону, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо благодатью, через веру, это Божий дар. И благодарение Богу нашему за то, что Он такую благодать пролил на нас. И мы сейчас находимся на горе. Мы были также на горе Елеонской. Мы также на горе, где Господь сказал, на горе блаженств. И также там был вопрос задан о том основании, на котором мы должны строить. И вот как раз вторая глава, Кевсианами говорит, что в 20 сихах, был утвержден на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа, краеугольным камнем, на котором все здание слагаясь, строено, возрастает святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Пусть нашим основанием будет сколовиков, сколовиков, кем является Иисус Христос. И благодарение Богу за то, что нас, мертвых, отжитворил Господь. Итак, пожалуйста, Аллах, тебе слово. Вы тут чуть-чуть за Мертвое море заговорили. Знаете, я на нем обратил внимание, что ни одной живности, как вы сказали, в нем не было. И в его пределах не было. И как-то встретил там две мухи, плавали в нем, но никакого признака жизни не подавали. Видно, там упали, может, минутку до этого, приземлились на эту воду. И думаю, Боже, как все-таки плохо быть мертвым. И я вот задумывался не один раз над этим вопросом. Что же делало особенным эту землю? Что же делало особенным скинию собрания? Что же скиния собрания, которое было у евреев, когда они уходили по пустыне, потом при Давиде, при Самуиле, пророке и так далее. Что делало особенным храм, который воздвиг Соломон Богу на этой же земле? Что делает особенным нас, христиан, в этом мире? И что делает особенным церковь Божью в этом мире? И один ответ, который я нахожу из Слова Божья, это настоящее Божье присутствие. Именно Божье присутствие делало особенным в скинии собрания святой святых. Там так написано в Слове Божьем. Если я не ошибаюсь, в книге Левит, а может быть числах написано, но если внимательно будете читать, то обнаружите там местописание. Бог говорит, там я буду являться и открываться, и говорить с тем, кто будет заходить в святое святых, там, где стоит Ковчег Завета. Именно Божье присутствие в этой стране, книги Левит, я могу прочитать, но можете сами открыть про честь. В книге Левит, там написано, что желание Божье, желание Божье было конкретно ходить среди сынов Израилевых и жить среди них в этой земле, чтобы знали, что это его народ, народ святой, и что он благоволит к этому народу. Именно его присутствие в этой земле давало способность этой земле расцветать. И когда вот это вот, то, что вы слышали, Алекс Тюкав говорил, и после этого вот это вот произошла засуха, 35-я глава Исаии, такая вдохновительная, 35-я, по-моему, да, говорит? И расцветет пустыня, и потекут в ней источники, ну, пробьются под земли источники, то есть Бог скажет слово в свое время, когда он сюда придет, и эта пустыня преобразится. Именно присутствие Божьей благодати в жизни каждого христианина делает христиан особенными в этом мире. И присутствие Божье в церкви делает церковь особенной на этой земле. Не просто набор правил и законов в церкви, а именно это надо, это надо. Правила и законы, они, конечно, имеют свое место, без этого никуда. Но именно присутствие Божье, Бог должен быть на первом месте. Если его нет на первом месте, молитва теряет смысл, хождение тоже теряет смысл в церковь, потому что это все превращается в какие-то ритуалы, которые я видел их немало в Иерусалиме, подобных ритуалов. И как-то скорбно, с одной стороны. С другой стороны, ну, я не знаю, не знаю, как это все объяснить. Но еще один момент. Знаете, я объяснил такой вот мертвости нашей, да, и именно когда присутствие Божье, оно оживляет человека. Именно, например, 4 глава Кримля нам говорит, что Бог, воскрешающий мертвых и называющий несуществующие, как существующие. То есть Бог наш имеет власти, силу воскрешать каждого, каждого. Иисус об этом не раз говорил. И последнее, ну, может быть, 5 стишков с конца, это 4 главы Кримля нам, говорит так, Слово Божье, что и Он не просто, который дает обещание, а который иссилен исполнить обещанное. Помните, да? И вот такой следующий момент, который хотел бы тоже заострить сильно внимание. Мы молимся, мы много молимся, ну, я думаю, и вы, смотрящие нас, молитесь, и вы молитесь о наших, ну, семьях, родственниках, друзьях. Если кто-то где-то оказался там, и мы видим, что он не жив для Бога, он ушел от Бога. У меня есть такое вдохновительное, такая мысль Слова Божьего. И немало этих мыслей. Если мы внимательно вникаем и понимаем, что это Слово Божье, которое фундамент для нашей жизни, это Слово жизни, это Слово самого Бога, в Которого просто нельзя не верить. Если в Него не верить, то вообще стоит задуматься, во что же верить в этом мире вообще? Не во что больше верить. Стоит верить в это Слово. Просто стоит. Это вознаграждается. И вот, например, о Самуиле мыслы... Я лично не раз слышал, когда говорили, ну, в принципе, там и написано, в первой книге Царшоу, два сына у него было, которых не захотели, чтобы они продолжали быть судьями в народе Божьем, потому что они не ходили путями Божьими, да? И я задумывался, Господи, ведь Самуил такой, он сильно искал Тебя. И он говорил, я не допущу греха, чтобы прекратить молиться о народе, о народе Божьем. То есть он даже это как ставил в грех себе, чтобы прекратить молиться о Божьем народе. И он продолжал молиться о Божьем народе. Ну, думал, Боже, ну, как же с твоими детьми тогда вот такое вот дело происходило? И что вот интересно, вы знаете, первая книга Паралипоминон, если будете, опять же, внимательно читать в хронологии, если не ошибаюсь, в 6 главе, потом в 21-25 главе, просто внимательно, внимательно попросите Духа Божьего, чтобы он это открыл. Там именно, там именно уйдутся упоминания в Мисписании, когда конкретно видна картина, внук Самуила был царским прозорливцем у Давида, который именно царю пророчествовал. Ну, понимаете ли, царю говорить слово от Бога, это серьезно, это весьма серьезно. И у этого внука было 14, если я не ошибаюсь, 14 детей, правнуков Самуила, которые пели в царском хоре, в царском хоре, при скине Давида, ну, при скине, там, в скине, в собрании, при Ковчеге, там, короче, они пели, все 14 внуков, они правнуков, они пели. Не суждено, так, знаете, просто, может, пофантазировать, или задуматься, что там же, наверное, оказались его и дети, в конце концов, когда сын видит, где его сын, и где его внук находится, то должно его сердце склониться к Богу тоже. А Моисей, я думал, Господи, где же твои дети делись этого моим, где дети Моисея делись, ну, много о Моисея, а о детях. И однажды обнаружил, тоже в Слове Божьем увидел, по-моему, в 1-й параллельпоменон, тоже это поминается, или во 2-й параллельпоменон, что дети, или внуки, или правнуки Моисея, они были при царе Давиде, и мы им поручили там, кладовые вот эти вот, с золотом, ну, такая весьма серьезная работа, и ответственная работа, и при храме Божьем тоже. То есть они не потерялись из истории эти люди. Люди, которые ищут Бога по-серьезному, люди, которые молятся Богу, не просто так, как бы просто молиться, а бы просто помолиться. Не молитва ради молитвы, а молитва ради того, чтобы обратиться к Богу, да, мы должны понимать, мы же к Богу обращаемся, и Бог же просто так это не оставит. Бог, Он животворит мертвых. То, что мы не можем оживить, то, где мы кого-то не можем спасти и вытащить из этого мира, в последний момент туда может прийти Бог, придет по нашим молитвам, и Он воскресит из мертвых то, что погибло. А в Христе написано, помните, как Он сказал, «Я пришел, чтобы взыскать и спасти». Что? Погибшее. Не то, что погибает, не то, что можно еще как-то вылечить, а то, что уже погибло в глазах человеческих. Ты смотришь и говоришь, «Он погиб». А Христос говорит, «Я пришел, чтобы взыскать и спасти». Именно вот это погибшее, то, что погибло в глазах человека. Но важно обращаться к Богу с верой, молиться, и знать, что верой и долготерпением наследует обетование. До конца стоять. Аминь. Буквально, друзья, через майлов или километров 20 в эту сторону, вот по вот этой жестокой пустыне горной, мы попадем в город Арат. И я вчера с друзьями вот ехали, и я был удивлен, неужели среди всего вот этого, что нас окружает, может встретиться какой-то город. И моему удивлению не было предела и конца. И я увидел зеленый город. Много людей среди всей этой пустыни, безжизненной пустыни. Я хотел аллегорию, то есть сравнение сделать. Друзья, какая бы пустыня не была в вашей жизни, о чем прежде я говорил, что куда бы ты ни зашел, как далеко ты ни ушел от Господа, в каких бы условиях ты сегодня находился, какая бы пустыня тебя не окружала, в каких бы камнях ты не запутался сегодня, в каких бы семейных обстоятельствах ты не запутался, в какой бы ориентации ты сегодня не находился, Господь остается на престоле. И среди этой пустыни ты обязательно встретишь красивый город, полный зелени и благодати Божией, и Божьего Слова, и Божьих обетований. Только направь свои шаги в правильном направлении. Господь всегда отвечает. Поэтому я желаю вам, если ты далеко от Господа, взыскать Господа всем своим сердцем. И через пустыни Он явит свою славу. Ну, мне приходит на память место, вот, исходя из того, где мы находимся, в этой мертвой пустыне и возле мертвого моря, мне приходит место, что мы точно так же, мы мертвы пред Господом по нашим грехам и нашим преступлениям. И никто из нас не может быть пред Ним живым, как только лишь через кровь Иисуса Христа. И вот самое лучшее, любимое мое место в Священном Писании Иоанна 3,16 говорит о том, что «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И поэтому я хочу заострить ваше внимание, друзья, на любви Господней. Насколько Господь долготерпелив и милостив, что Он терпит наши грехи и преступления и милует тогда, когда мы приходим к Нему. Поэтому я призываю вас всех, или вы верующие, или вы совсем не слышали о Боге, но смотрите нашу передачу, покайтесь пред Господом, отдайте Ему свое сердце, чтобы Господь мог из вот этого мертвого моря превратить вас в жизнь. Спасибо. Это здорово, это здорово. Друзья, видите, что ни слово, то откровение. Мы будем сейчас молиться. Алекс Блинов, ты говорил о том, что о Божьем присутствии, которое было в Скинии собрании, затем оно было в храме, во Святом Святых. И действительно, оно или есть в жизни человека, или нет. То есть, Божье присутствие, оно и есть, или его нет. Не может быть чуть-чуть дьявола, и чуть-чуть Бога. Там есть или Бог, или есть дьявол. Чуть-чуть того, чуть-чуть всего не может быть. поверхностного такого служения Богу, оно исключено поверхностное служение. Не может быть чуть-чуть смерти, чуть-чуть жизни. Если жизнь, если смерть. Не может быть чуть-чуть света и чуть-чуть тьмы. Там есть или то, или другое. Если то и другое вместе, это мрак получается. То есть оно или свет, или тьма. Не может быть в жизни, в сердце чуть-чуть ненависти и чуть-чуть любви. Там или ты ненавидишь, или ты любишь. Поэтому половинчатое служение Богу исключается. Служить Богу надо категорически. Обращаемся тем из вас, в последнем своем слове, в последнем обращении, тем из вас, которые посещаете эту землю по традиции, по религии, может быть, к легенде соприкоснуться. В следующий раз, особенно в странах СНГ это слово звучит сегодня по-особому. В следующий раз, когда вы приезжаете на эту землю, не просто в виде туриста, к легенде прикоснуться. Знаете, перед этим пройдитесь по Новому Завету, вникните в Старый Завет, начните читать, и вы увидите, как эти страницы Библии и Старого и Нового Завета оживут по-новому, по-свежему, по-особому оживут. То есть, каждый город, каждая местность, она оживает здесь по-наглядному, мы так говорим. Поэтому мне ничего не осталось, как присоединиться к моим друзьям и просто соединиться в молитве за вас. Вы много слышали, наверное, 5-7 программ не менее мы провели, будучи с вами на Святой Земле. Во-первых, огромное спасибо молитвенникам и молитвенницам. Когда вы говорите нам, когда вы пишете и звоните о том, что вы молитесь о нас, об этой поездке, о Божьем водительстве, о охране, нам это так необходимо. Когда вы присылаете ваши пожертвования, когда вы сеете в это служение, это очень важно. Бог да вознаградит вас по-особому за это. Вы будете благословены по-особому за это. И вашего не убудет во имя Иисуса Христа. Если вы стоите рядом, продолжайте стоять. Если вы не можете жертвовать на это служение много, начните мало. Ну, пусть будет это как для Господа. У нас далеко идущие планы. И помоги нам в этом Бог. Но только вместе с вами, друзья, только вместе, как одна команда, как одна семья, название которой «Импакт семья», мы можем делать действительно большие планы для Господа. Мы можем ходить в Его совершенной воле. И мы действительно, мы можем достигать людей. И с этого места наша молитва сейчас. Пусть звучит Его голос. Наша постоянная молитва. Постоянная наша молитва. Пусть звучит голос, которому Бог дал имя. И имя этому голосу «Импакт». У Бога есть голоса. Есть голос церкви. И дополнением тому, что делает церковь, Бог еще второй голос дал. Назвал его «Импакт». То есть влияние. Это мы с вами. Поэтому пусть звучит Его голос. Стойте вместе с нами. Молитесь о нас. Продолжайте сеять в это служение. И мы будем молиться стоять вместе о ваших семьях, о ваших домах, о ваших детях во имя Иисуса Христа. И пусть придет свет, если там тьма. Я люблю говорить о том, если там безжизненная почва, пусть она будет орошаема дождями и потоками Святого Духа. Аллилуйя! Поэтому, братья, соединимся вместе. Мы прострем наши руки. Мы закроем наши Библии. И не смущайтесь, что я называю это Библией. Это Библия. Когда с вами говорил Роман и смотрел на айфон, это не значит, он лайки смотрел на фейсбуке. Он там читал Библию, у него занесена Библия. Поэтому мы соединяемся в молитве и благословляем. Господи, мы благодарим за это прекрасное время, за прекрасные возможности, которые Ты дал команде. Господи, мы благодарим Тебя, что мы ступаем по святой земле. Продолжается наше путешествие. Скоро мы возвращаемся обратно. Господи, и мы благодарим Тебя за эти великие события, которые Ты дал нам видеть нашими глазами, происходящие на этой земле, происходящие на святой земле. Мы снова просим мира Иерусалиму. Мы просим благоденствие его чертогам. Мы просим благословению израильскому народу. Мы молимся за израильский народ. И мы видим, что эти события церкви последних дней, они по-особому разворачиваются на глазах наших. Когда мы видим, когда мы прикасаемся, когда мы слышим происходящее, когда мы видим и противление против израильского народа, и против Твоего народа. Господи, вместе с тем мы видим, как Твоя невидимая, но реальная десница, она простерта над этой землей. Поэтому благословляем. Особой молитвой мы молимся о братиках и сестричках наших. По ту сторону экрана, которая, Господи, в разных странах, в разных городах и штатах. Мы молимся и благословляем. Мы благословляем их детей. Мы благословляем их семьи. Мы благословляем их дома. Мы благословляем их родителей. Господи, мы благословляем от малого до великого, от младенца до пожилого, да будет благословенный. Защити, Господи, защити и огради от всяких смертей, защити и огради от всяких катастроф, защити и огради от всяких, Боже, неожиданностей, защити, Господи, от аварий на дорогах, на фривеях, пусть защита крови Иисуса, Твоей крови, она будет оградой и амбреллой на их домах во имя Иисуса. Пусть не будет потерь, пусть не будет недостатка, пусть не будет убытка, но пусть будет умножение и восполнение их нужд во имя Иисуса Христа. Благословляем материальным благословением, Господи, пусть будут найдены работы, пусть будут обеспечены финансами, Господь, чтобы было не только для себя, но уделить для дела Твоего. Поэтому благослови, благослови, восполни всякий недостаток, восполни всякую нужду по богатству благодати Твоей, по богатству милости Твоей от избытка Твоего и зальи, и зальи. Господи, мы молимся, пусть, Боже, потекут источники воды живой, там, где иссохшее, там, где обезвоженное, там, где пустыня, там, где твердыня. Действительно, пусть откроются небесные окна и потоками Твоей благодати, потоками Твоего благословения, помазание Духа Святого, свежего излияния Святого Духа. Да будет, да будет, да будет, Господи, благодарим Тебя, благодарим Тебя, что Ты отвечаешь на наши молитвы, благодарим Тебя за Дух Святой, за Дух Живого Бога, благодарим Тебя за Дух Утешитель, который с нами, который в нас, который направляет и ведет нас, он не изменился. Он тот же самый в жизни и в судьбах, и в служениях, и в семьях наших, братиков и сестричек. Благодарим Тебя, Господь, что мы как одна семья, одно целое. Боже, благодарим Тебя за наших партнеров, те, которые сеют в это служение своими финансами. Понимаем, что не отрывают от себя. Они не дают от избытка, зачастую дают от недостатка. Но они сеют, понимая важность и необходимость того, что Ты сказал проповедь Евангелия во свидетельство всем народам. Поэтому, Господи, по-особому прикоснись к ним сегодня. По-особому прикоснись к ним сегодня. И к их бизнесам прикоснись, Господи. Какой бы вид и род бизнеса не был, да будет он благословен. Да будет он благословен. Да будет он благословен. Пусть будут благословены их чертоги. Когда они встают и когда они ложатся, да будут они благословенны. Когда они выходят и когда не входят, да будут они благословенны. Когда они дома и когда они в пути, да будут они благословенны. Во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя, благодарим Тебя. Весь народ сказал Аминь. И снова, и снова, шалом из Святой Земли. Шалом из Святой Земли. Вашим добам всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok